Team Secret забрали себе уже Тоска и забрали себе Нагу Сайрон. Артизи, скорее всего, всё-таки сыграет на Наге, мне так кажется. Или всё-таки, или может и Куру будет. Тут вариантов несколько. Шейкер залетает для команды Нави и Винтерн Виверн тоже для них. Имбовая Виверна и не очень имбовый Шейкер, как пойдёт. Шейкер, в принципе, я думаю, скорее всего, герой для Фаника на сложную линию Течис от команды Нави. Течис зашёл в баню после той самой игры против Клоудов, когда этот Течис просто в общей пачке точно так же унизил Клоудов, как и все остальные игроки команды Сикрет, Нави решили обезопасить себя не столько от поражения, сколько, пожалуй, от унижения в данном вопросе. Потому что, согласитесь, немножечко странно, когда у тебя выигрывают Течисом. Вдруг он вообще станет метой после Сикретов? Узнаем. Там, по-моему, и Фнатики, если не ошибаюсь, в параллельной игре пикали данного героя. Привет, Патрик. Самое интересное, что Нага как-то из 2014-го вынурнула. Не было её, не было до Интернашнала, не было, не было. Тут, посмотрите, раз, и снова Нага у нас появляется. Команда Сикрет забирает себе Нагу, забирает себе Туска, и ждём, что там дальше по комбинации. Нави забирают себе Рейзера. Вполне может быть, что это герой для Хвоста. Но с такой же вероятностью это может быть герой для Дэнди на мидлейн. Печально выглядел Дэнди в прошлой игре. Тут с этим не поспоришь. У Дэнди дела шли совершенно не алёй. И всё, что смог Дэнди нафармить, это был Бладстоун с одним или с двумя зарядами в конце игры. И это был Юул. Тоже не самая приятная вещь для Лешрака. От хорошей жизни Юулы не собирают Лешраку, мне кажется. Так что там дела не алёй вышли. И Хвост позарился там собирать на Клинце себе Хекс. Не удалось, не хватило времени, не хватило денег. Ну и вы помните, как там С4 наорал на хвоста после забора Рохи от команды Нави. Даже не забор, а попытки выйти на Рошана. Тим Секрет. 59 секунд остаётся до истечения времени. Третий пик всего лишь у команды Секрета. Они уже так серьёзно призадумались. Хотя и у Нави, посмотрите, тут долго всё идёт. Дазл забирает Секрет. С одной стороны скучные герои, с другой стороны скучные герои. Странненько, странненько. Думал, Нави с Секретами немножко поудивят... Подудивят. Шторм Спирит для Дэнди. Значит, Разор будет у нас в руках хвоста. Тоже хороший вариант. Шейкер на сложную, Разор будет фармить. Винтерн Виверн саппортить. Шторм Спирит на мидлейне. Нормальная рабочая схема. В принципе, ещё один саппорт какой-нибудь классный. Например, даже такой саппорт, который в лес бы ушёл. Вот артстайлу какого-нибудь... Какую-нибудь Энчантрас. Было бы прям, мне кажется, на заглядение хорошо. Если, конечно, Секреты её не забанят. Или Энчу, или... Может быть... Может быть, может быть... Может быть Чена. Ну, Лесник, я думаю, неплохо бы зашёл по данному пику. То есть потенциал в пуш есть. Антимейдж. Тим Секрет забирает антимага. Артимаг вернулся. Где ты был вообще? Где ты был всё это время? Почему я так долго просил о том, чтобы его пикнули? Шесть месяцев до этого Интернешнл, насколько ожидали его. Всё умолял вообще команды. Возьмите антимага, возьмите антимага. И тут на тебе на Интернешнл пошёл. Антимаг на антимаге, и антимагом погоняет. Пять секунд осталось. Шторм Спирит в пике. Разор тоже в пике. Кстати, тут действительно варианты есть ещё. Но Шторм Спирит от Хвоста я бы не хотел на это зрелище смотреть. Разор как-то поинтереснее. Лина отлетает в бан от команды Натус Винцер, и Тим Сикрет последний бан от них. Будет ли в бане Инча, вот тут вопрос. По-моему, должна бы быть. Undying. Undying. Artstyle не нашли героя лучше, чем Undying. Игроки команды Сикрет. Ну, я всё равно за лесного героя по данному пику. Освобождать линии для Разора. Ему надо левел. Шейкер свой левел на сложный правдами-неправдами, но получит. Шторм Спирит тоже его получит. А освобождать лес, это значит... Это значит позволять своему керри побыстрее зарабатывать. Тот же Айф Зе Сторм первого-второго левела. Зарабатывать денежки там лишние, потому что левел больше, скиллы получше. Всё вообще получше, когда ты там в одиночестве. Если, конечно, не ракуешь. Ну и опять же Artstyle на Enchantress. Извините, но... Это на секундочку легендарно, как бы. Это классика-классик. Пять секунд. Ча, давай. Давай-давай-давай. Феникс. Класс вообще. Как интересно. Как интересно. Нави забрали себе Феникса. Скорее всего, на сложную для Фаника. Я думаю, Шейкер тогда в таком случае будет... Artstyle, наверное. Санейка будет играть на Винтерн Виверн. Ну и пак от команды Сикрет. С4. Правильно понимаю, да? Наверное. С4 на паке. Думу Дэнди левый глаз задёргался. Пупей. Будет играть на Дазли, Артизи. Это антимаг. Зайз забирает себе Туско. Кура будет играть на Нага Сайрон. И С4 заберёт себе Пак. Artstyle будет играть на Шейкере. Санейка на Винтерн Виверн. Сложная линия. Фаник на Фениксе. Шторм Спирит Дэнди. И Хвост будет играть на Разоре. Ситуация непростая для Нави. Совершенно непростая. У команды Сикрет. Это классический герой. Не считая Туско. Антимаг, Пак. Который хорошо. Ну, знаете, такие чистые герои. Каждый на своей роли. С4 на Мидлейне на Паке. Это прям вообще суперфункциональная ерунда. И увернуться от каких-то спилов. Потому что на Мидлейне в основном у нас какие-нибудь умники идут. Интеллектуалы. Вот по типу Шторм Спирит или Шраков. У ворот нужно от них. Потому что всё время спамят нюками. Антимаг, как керри. Это классический вообще герой. Просто ничего нет. Чистый дэмэдж. Пьюр дэмэдж действительно от антимага. Просто обычная физуха. У команды Нави тут надо поизгаляться немножко. Разор с утюгом на голове. Зайдёт, не зайдёт. У Хвоста. Это Тайвзе Сторм. Статик Линк. Будет ли проюзан вовремя и удачно ли. Тут многое зависит от реализации. У антимага райтклик. Тут мало что от реализации зависит. Но реализация в бите крипов. Всё остальное дальше делается достаточно просто. Антимага с фиток портала. Всегда носи с собой ТП. Чувак показал. Можно носить ТП. Так, чтобы все это видели. А ТП-то нет. А? Развод на лоха. ТП-шки никакой у антимага нет. Нави уже перешёптываются. Смотри, у него ТП. У него ТП не бьет. Ну что, Шторм Спирит от Дэнди. И Хвост. Кто здесь руну заберёт? По идее, Дэнди должен забирать баунти руну. Но Хвост, скорее всего, на драку тут рассчитывает. Артизи ничего не прокачал. Скорее всего, это будет Плинк, если вдруг какая-то заруба начнётся. Фаник через Икарус Дайв. Успел, не успел? Нет, не успел. Пак забирает у нас. И Фаник. Ай, Фаник. Шесть деревьев. Как хорошо, что я купил себе деревья, думает Фаник. Прилетел Фаник. Такой красивый, интересный мув. Ну, вроде всё нормально. 285 здесь, 320 у Кура. Откуда такая скорость бега? Ну и закрывают Фаника. А тут ешь, не ешь деревья. Фанику конец. Первый фраг для команды Секрет. И Кура забирает этот фраг. Тут Фанику нельзя было через деревья идти. Потому что Айшард просто не выпускал его. А там ешь их бесполезно это абсолютно. Да, начало не алё. Ну и Арт Стайл на Шейкере. Нечасто такое вижу. Капитан на Шейкере. Думаю... Надеюсь, точнее, не Габлак. Стоять, Артизи. Никуда ты не идёшь. Оставайся. А куда Артизи, кстати, улетать собирался? Я не успел увидеть. Артизи просто хотел отсюда уйти. Как-то надоело ему. Ну и на линии здесь нелегко стоять Артизи. Он в триплу собирался. К друзьям своим. К Пупею, к Заю. Не пустили его. И будут, наверное, наказывать потихонечку. Санейка вообще ещё ничего не прокачал. Ну и ладно. Ну и Хвост на фарме. Семь на три у него. У Артизи ноль на ноль. Его к крипам не подпускают. И Нави здесь очень даже правильно, видимо, расстановки по лайнам сделали. Ай, Хвост недоконтролил. Ну и Артизи тут совсем недоконтролил. У Хвоста уже десять на три. Артизи убивает первого крипам, а второго не даёт ему убить Хвост. Классно. То, что Хвост перефармливает Артизи, это плюс безусловный. Ещё и на то, что Мана тратилась, разводит. Своего прямого оппонента. Фаник в это время внизу в соло стоит на нижнем лайне. Два на два у него. У Зая десять на один. Ну, вы помните, как с Фаником обошлись. Поэтому Фаник старается сейчас не быковать. И Карус Дайв только чтобы убегательнее, чтобы стилить руны. Тем более, ещё и застилить не удалось. Ну и Хвост продолжает. Фарм 13 на пять у него. У Артизи один на один. Это я понимаю. Вот это керри. Две с половиной минуты сыграно. Секреты в плюсе, при этом по голде. Я не очень понимаю, как это происходит. Правда. Мне... Совершенно не язна. Артизи ловит у нас фиссуру от... Артстайла. Ну и отпивается Артстайл. Отпивается. ТП не может пока провязать. У него нет маны. Ну и Артизи не отпуждит Артстайла. В итоге то, что не доформил Артизи, забрал на... Забрал у нас благодаря убийству Артстайла. Это сейчас два кила здесь. Но посмотрите на графики. Хвост фармит, Артизи не фармит. У Хвоста 16 на 7, у Артизи 1 на 1. До этого фрага такие были графики. Откуда деньги? Почему нет денег у команды Na'Vi? Что случилось? Кто в этой команде... Кто в этой... В этом противостоянии вообще Na'Vi? Потому что обыкновенно это у Na'Vi такая ситуация. Они вроде... Смотришь на них, они ничего не делают. Где-то умудряются умирать. А по фарму все у них хорошо. А здесь наоборот. Na'Vi фармят. Вроде Хвост фармит. И Мидлейн Дэнди. 19 на 7 против 11 на 3 от пака. И при этом погалдеть секреты впереди. Ну не охренела эта дота вообще. Ну очень даже странненько. Фаник в соло против Зая. У Зая 20 на 4. У Фаника 5 на 2. Ну... Феникс в неприятной ситуации здесь. Вроде как бы и харасит Зая. Ну а на экономической ситуации это никак не отражается. Феникс зарабатывать ему не удается. А Курроку непрекаянный просто. С лайна на лайн бегает. Хотят еще раз Артстайла убить. Артстайл пока не подставляется. Ну и Санейка перетягивается на топ лейн. Будет помогать Разор. Нет, не перетягивается. Он здесь и был, да. Будет с Разором здесь в пачке работать. У Артизи 3 крипа. Хвост заденает ли Катапульту? Не заденайл. Катапульта... Команда Сикрет заденайла Катапульту новей. Ну и прилетает на Хелл Пуш здесь Пупей. Не получается Артизи улететь туда. Хотя бы... Нижняя линия прилетит помочь Артизи. Если Гара не идет к Магомеду. Ну, Зая 24. Так, что-то тиховато. Скажите, кстати, как вам звук Доты и... Мой звук микрофона. Нормальный ли баланс? Или что-то поднять, что-то опустить? Потому что мне Дота кажется немножко тиховатой. А нет, в принципе, нормально. Как громкие скиллы пошли, сразу все стало на свои места. Ну и Фаник видит Зая. У Фаника есть варианты, кстати, пофайтиться. У Артстайла есть здесь Фиссура. Можно убивать Зая. Если Фиссура нормально пойдет от Артстайла, Зая умрет. Зая умирает. Потому что Фиссура от Артстайла пошла нормально. Все логично. Кура старается сделать тэп-аут. У него это получается. И первый фраг для команды Нави. Счет стал 2-1. Ну и по голде Нави выходят вперед. Молодчаги. 450 по золоту и 330 по экспириенсу. Ну и по экспириенсу Нави уже на 600 опережает своих оппонентов. Хвост оставил линию фармить Артизи. Что это такое? Да ему волю только дай. Артизи уже почти 6-го левела. Хвост такого же левела. Без фарма оставался Артизи. Разор в это время. Фармил я, кстати, не понял. Ну пришел Хвост, посмотрел на руну и ушел Хвост. Просто потратил время. Лишний какой-то харас по Артизи не зашел. Напряжение спало и... Антимаг позволил себе вот такие вещи, чтобы даже крипов, например, по лесу водить. А теперь по фарму будет проседать хвост. Просто потому что... В какой-то момент сбавил хомут нашей у команды Сикли. На их легкой линии. Нет, вот этого. Не забрали. Дэнди против СФО. У Дэнди есть 7-й левел. У СФО... Ничего такого, кстати. СФО... Дримкоил где-то потратил, но во фраге это не вылилось. Так что ничего страшного, что мы это не заметили. Разор против Артизи продолжает доминировать по фарму. 38 на 4 у Хвоста. У Артизи 22 на 3, но ситуация исправилась. До этого Антимаг, вот когда у Хвоста было 13, там 15 крипов, у Антимага вообще ни одного не было. А здесь вот уже по чуть-чуть. Левел есть. В принципе, статы растут. Реген есть у Артизи. Насобирал каким-то образом на Ring of Health. Может уже и по лесу погулять, пофармить. Но Хвост должен об этом знать. А Хвост опять уходит гулять. Почему это делается, мне непонятно. Ставили, видимо, лайн для Санейка. Хвост пошел себе отводик сделать. Не получилось. Ну и где, где, где? Где Плазмофилд? Не получилось сделать отвод Хвосту. Думал здесь насобирать себе левел. Могло бы выйти, но одной там секунд, миллисекунды даже не хватило. По скорости Хвосту, чтобы добежать вовремя. Ну и на нижнем лайне у нас Фаник. У него седьмой левел уже имеется. 25 на 4. Против него 33 на 4 заи. Фаник его догнал. Точно так же, как и постепенно Антимаг догоняет своего оппонента Хвоста. 48 у Хвоста. И у Антимага уже тридцатка есть. Даже больше у Артизи. Понятное дело, что фармить на Антимаге очень легко. И Артизи умеет фармить очень даже хорошо. Оставлять его на фрифарме, это фактически копать себе могилу. Зачем Нави это делают? Мне непонятно. С4 с батлом есть, но у Талисман есть, Мэджик Вон, Бутсов Спид. И в принципе 760 на руках. Тут скоро должны появиться ПТ у него. Как там Дэнди в это время поживает? У Дэнди уже есть ПТ, у Дэнди есть Сол Ринг. Он по-моему по Нэдворсу там С4 изнасиловал слегка. Так и есть 1200 в плюсе Шторм Спирит. Ну и есть Сол Ринка, значит будет скоро Бладстоун. Посмотрим, насколько Дэнди сильную обиду держит на С4 за события двухлетней давности. Я думаю, вы вспомните тот самый момент. Момент абсолютного краха. И непонимание, как же так. Как же так мы же эти. Ну Артизи как-то медленно стал бить. Очень медленно. Ну и Артизи продолжает, кстати, по крипам идти вперед. Уже отстает от хвоста. В процентном соотношении не настолько. Чтоб прям это было провалено. По фарму давайте смотреть, как дела обстоят. Так, попали у нас в Санейка. Все, что было вообще. И Артизи забирает Санейка. Нет, еще живет Санейка. Санейка живет. В Колден Брейс у нас заходит Санейка. Я уже сказал, что Артизи закончил этот вопрос весь. И Антимакло ухпшный отсюда уходит. В итоге Винтерн Риверн, конечно, погибла. Но забрал ее не Артизи, забрал ее Таск. Прыжок на Артстайло. Артстайло маны нет даже на нормальные. Какие-то элементарные вещи. Тотем провязать не удается. Артизи вместе с русском продолжает давить команду Нави. И теперь по фарму, по идее, секреты должны выйти вперед. Нави свое преимущество потеряли. Оно где-то до 1000 по экспеда ходило. И вот так немножко держалось. Ну, хотя бы на уровне какого-то преимущества у Нави. Оно было. Ну, Антимага 740 по голде. Артизи уже, в принципе, сейчас Персик себе будет приобретать. А потом в течение, там, 5-6 минут мы увидим с вами и Баттлфьюри. И дальше драться против него уже будет очень даже неудобно. Как там дела у Рейзера? Есть у хвоста Драма Фендеранс, рецептик. И Даропов Змэджи 350 голды остается. Пошел опять себе стакать. Не успел. Не успевает у нас немножечко хвост. Каждый раз, кстати, как не придет, тут все не так. Причем, смотрите, какой фарм. Через Айв Зе Сторм, через Плазма Филд. Для этого ли скиллы были созданы? Для этого ли Айс Фрог потел? Не самая, конечно, удачная реализация скиллов. С другой стороны, что делать еще к хвосту? На линии там против Артизи уже не постоишь. Много внимания это к себе привлекает. Придут другие и втроем, конечно, Разора развалят. С лайн-саппортами тоже стоять. Ни Санейка в итоге ничего не получает. Ни Хвост толком ничего не получает. Санейка уже практически есть. Шестой левел. Все, да, шестой левел получил. Дэнди пришел на топ. Заскучал как-то на мидлейне. Там Феникс в это время убивает Дазла. Покатился. Шарик. Ну так надо ловить. Шарик закончился. Заян надо притягивать. Если вортекс у Дэнди. У Дэнди есть вортекс. В чем второго левела? Кура запел. Трус. Трус, трус, трус. Бей его. Но Зая можно догнать на самом деле. Если ума нет, конечно. Да, далековато ушел Зай. Там не добежать до него. В итоге команда Нави забрала только Дазла. Пупе отправился в таверну. Ну и сколько там по золоту? 500 подняли Нави. 550 по экспириенсу. Сейчас в плюсе. В общем-то неплохо. Лучше, чем ничего. Это при том, что Нави проигрывают по фарму. 2-4. Вагомама как-то запереживал. Немножко я смотрю. И Артизи хитрый какой. А где нашел себе место пофармить? Хвост от воды не может сделать. Артизи у нас на хэкграунде. Милишным героем фармит. Ну как это вообще называется? Это законно? Это как репортнуть чувака? Так, репортить срочно. Пожаловаться. Ай, нельзя. Нельзя, жалко. А надо бы за такое-то. Ну что, Фаник врывается у нас прямо по тавер. Пупей у нас стреляли. Пупей у нас в шалугрейв. Ныряй. Через 3 секунды у Фаника будет супернова. Хватило бы маны на нее. Ну и догорел у нас Пупей. Фаник с Жекелингспри. Все 3 фрага команды Нави сделал Фаник. Молочага. 3-1-0 идет на данный момент он. Ну и там в это время Штармара забрали. На миде это сделал кто? Ну-ка скажите. Это был Пак. Тоже еще. Ну и лоу хпшный СФО отсюда уходит. Хвост перетягивается на центральную линию. У Хвоста, кстати, по фарму все в принципе неплохо. 94 крипа он на первом месте. По Нетворцу тоже первая позиция. 6 тысяч с копейками уже у него. 5-300 Дэнди, СФО 5-100 и Артизи 4-600. Хвост приобрел себе что-то важное. Огр Клаб есть уже у Александра. Санейка. Рецепт на Солринг. Больше пока ничего. Но у Санейка страдальческая. Виверна здесь 1-1 смерть. Но выпускать из кустов его просто не выпускают. Секреты сильно напугали у нас таких вот героев. Бродсворд приобретает в себе Артизи. И что дальше будешь этим заниматься? А ведь будет. Или не будет, наверное. В ДД есть, в принципе, смысл прыгать, если и так можно развалить этих крипов. Здесь уже подпушивают Т2 крипы. Нормальная история. В это время у нас забирают Винтердвивер. Но то, о чем я говорил, из кустов просто Санейка не выпускают. Хвост пошел фармить. Хвост не знает уже, куда это Тайзе Сторм использовать. То ли убивать крипов в лесу, то ли идти на Эншентов и юзать его. У Хвоста печальная абсолютная история. Хотя и по фарму он, в общем-то, топ. Как-то не знаю. Все немножко странненько. Герой с хорошим потенциалом для драка. И при этом герой своя в Зе Сторм юзает исключительно, чтобы крипов подфармливать. Дэнди, иди, похиль Хвоста. У Дэнди уже есть Обливиант Став. У него есть Сол Ринг. Есть у него Пауэр Трэдс. А Маджик Лонд и Боттл тоже для Дэнди имеется. Ну и отводы теперь для Дэнди. Сделал Хвост или для себя. Ну и что, время модного приговора? Да, давайте. Модный приговор, выпуск 6. Поехали. По вещичкам. Антимаг, Персеверанс. Есть Бродсворд. Есть. И остается 400 копеек до появления Баттл Фьюри. У Наги от Кура. 1600 на руках. И Аркан Буци есть. У Пупея. Ничего. Пойди поищи хотя бы что-нибудь. Прикройся. Пак. Есть. Даггер уже С4. И этот Даггер теперь Дэнди увидел. Дрим Койл по нему. Поднимают Дэнди. Дэнди разрывает у нас Дрим Койл. Вы видели эту психоту вообще от Дэнди? Как-то так нормально Дэнди поступил. Чтоб уже наверняка улететь 3 или 4 боллайкинга подряд. Не один целый. Потому что мало ли угадают вообще, где кто находится. И зигзагами, зигзагами быстрее на хайграунд. Дэнди здесь правда очень круто отыграл. Дрим Койл не влияет. На Шторм Спирита, если он вот это вот рейндж связи этой разрывает во время боллайкинга. Его вообще ничего не трогает, когда у него боллайкинг. Фанник поймал на Сайленс. Фанник входит у нас в Супернову. Кура, ну запой. Кура не хочет петь. Не нравится Кура петь. Допелся Кура. Дальше за Заем. Шаллоу Грейв у нас на Зая. Зая старается сделать тэп аут. Зая останавливает вортекс. Есть у Дэнди. И Зая забирают. Хвост даблкил в этом файте. Наконец-то. Наконец-то он пришел к своей команде. Как долго мы тебя ждали, Хвост. Нави должны забирать Тауэр и уходить. В принципе, это не проблема. Сюда Антимаг и Даззл не ворвутся. Ну и Дэнди забирает на мидлейне Тауэр. У Антимага появляется Баттлфьюри. 19-ая минута Артизи, Баттлфьюри. У Розора должен БКБ уже быть. А нет, Розор у нас идет не в БКБшку. У Хвоста Аганим в перспективе. Ну, до Аганима 1000 голды еще надо приобрести. И стаки как-то у Хвоста сразу заработали. Вы видите, да? Как с командой начал играть. Как пошла Дота сразу. Где-то раньше был. 3000 по голде Нави и по экспириенсу тоже 3000. Если, кстати, Нави отберут поинты у команды Сикрет, вот это будет еще одна сенсация. Очередная. Мне кажется, в процессе всего этого, спустя 3-4 дня, если матч будет не сенсацией, то есть, если в матче сенсации не будет, это будет сенсация. То есть, по-любому тут уже никуда не деться. Действительно, тебя и 5 время удивлять. Хоть, я не знаю, стишок этот везде пасти. 2000 Нави по золоту и по экспириенсу тоже 2000. Коллектив НАТО с Винцер. На Роху зашли. Там файт у нас против С4. Дэнди быстренько разобрался. Орки как раз для этого был и придуман, чтобы затыкать паком рты. У Хвоста Копейки уже остаются до приобретения Аганима. 200, всего лишь 200 монет осталось ему. И появляется Хэнд оф Мидасу Таска. Почему это вдруг? Ну и 2000 по голде в преимущество Нави. По экспириенсу чуть менее тоже для Нави. Но вы видите, да, когда Нави останавливается, фарм у Секретов лучше идет. Секреты все время движут графики в свою сторону. Дэнди 600 голды после Оркида. Фанни готов лететь. Есть Супернова. Очень полезная штука, если ворваться вовремя, если ворваться как раз на команду, которая подойдет к Т2, и ворваться где-то в спину, чтобы у них не было вариантов для отступления, и улетает Дэнди. Дэнди улетает на нижний лайн, то ли отпушить, то ли просто подфармить для виду. Ну и у Дэнди... Первозадача вряд ли здесь фармить. Скорее убивать того, кто придет... Тауэр Дэнайт. Пупей уже здесь. Дэнди в итоге Дэнайт Тауэр. Артизи он, по-моему, видел, но за Артизи не пойдет. А если бы видел Пупея, мог бы забрать его. Но здесь уже С4. Если С4 до Сайленс по Дэнди, Дэнди умирает. Дэнди, лети отсюда! Дэнди, Дэнди, Дэнди. Дэнди остается здесь. Фиссура от Артсайва достаточно поздно в итоге. Нави все стекаются сюда. Пупея будут ловить. Я слышь, послышалось или пел здесь Кура? Опять он пел. Это песня труса от Куроки. Все разбежатся. Все разбежались. Иди сюда, я тебя бить сейчас буду. Но С4 отсюда уходит. Кура в очередной раз сейвит свою тиму. Нормальная схема. Классическая. Нави в итоге по голде потеряли 780. По экспириенцию 1400. Ох, этот Куру. Фаник через Икарус Дайв еле-еле на диких соплях просто уходит. Фанику настреляли плотно здесь. Зай вообще в данном вопросе не такой агрессивный, как, например, те же Комплексити представляли Тузка, где там Даггер, Дезолятор. И все, иди уничтожай. Здесь Тузк более-менее лояльный. Больше на медсестру похож. Мека есть. Деньги на всякий случай. То есть и медсестра тебе, и коммерсант. Занимается заработком, занимается помощью команде. Прикрывает, наверное, какой-то черный бизнес. Деньги из ниоткуда-то появляются. Ну, он хотя бы тут медицинское учреждение открыл. Для отвода глаз. У Хвоста уже тысяча голды на руках, и у него есть агоним. 13-й левел Хвост, а у Артимага 16-й. Ну, Хвост почти 14-й, пускай, но АМ более чем 16-й. У Артизи дела идут великолепно. У него есть Манта Стайл, у него есть Баттл Фьюри. Ну, и по сути, Хвоста-то он разбирает, если вдруг вместе встретятся. Ну, и по фарму он опережает почти на две тысячи керри команды Нави. Айф Зе Сторм есть, Плазма Филд есть. Прочекай, прочекал. Всех продамажило. Ульта пошла у нас от С4. Как знакомо, С4 в ульту поймал четверых игроков команды Нави. Влетает у нас Фанник в самый центр, в узком проходе. Супернова. Здесь и оставайтесь, ребятки. Минус 2 уже делает Нави. Даззл, лохэпешный Даззл здесь должен умереть. Даззл, да умришь ты уже, сколько ты будешь жить. 3 в 2 пока что файт. Потеряли Хвоста, потеряли Арт Стайла. И Артизи с Аэгой начинает напиливать по Дэнди. Дэнди может в принципе дать орки, и можно будет разобрать Артизи. Ну или Дэнди хотя бы уйти отсюда должен. Артизи получил у нас Сайленс, но и Саннейка уползает. Ребята, оставьте меня в покое. Нет, никто никому никуда не отпустит. В итоге убивает еще и Винтерд Виверн. Размен 3 в 3. В пользу команды Нави. В пользу команды Нави. Если бы не это Дрим Койл, а Дрим Койл просто гениальный был только что. от СФО, то Нави могли бы вообще во всеоружии ворваться. Файты, и там в узком проходе подпризнасиловать коллектив Сикрет. Но не удалось. Ну, на то он и СФО, на то он капитан одной из сильнейших команд в мире сейчас. Вроде бы обычный мув такой, да? Ворваться и дать Дрим Койл. Но со стороны СФО даже как-то смешно говорить, что обычный мув ворваться на паке и дать Дрим Койл. Я думаю, вы знаете, да, сколько стоит Дрим Койл от СФО. Артизи лоу-хпшный и уйдет отсюда. И ушел. Артизи не добили его. В итоге Аэгу не потерял антимаг. Приобретает себе Владмир и дальше продолжает доминировать по количеству денег. 25 минут сыграно. Даггер только-только появляется для арт-стайла. Урзора Митрилхаммер есть уже в БКБ. Скорее всего Хвост направляется у Штормспирита. Есть Оркит, есть Батла, есть Солринг. Ну и где-то может Бладстоун какой-то. Да, у Дэнди есть уже Пойнт Бустер, в Бладстоун собирается. Замес у нас пошел внизу. Все это под тавром. Опять из ФОГ какой-то слишком удачный Дримкоил дал. Санейка забрали. Но и опять Кура начинает петь. Как только пахнет жареным, Кура запевает свою идиотскую песню. Все, Кура перестал петь. Надо ловить хотя бы Зая. Хвост еле бежит вообще. Непонятно кого бить Артизи в спину заходит команде Нави начинает нарезать Артизи по Артстайлу. С4 прыгает и дает Сайленс на Артстайла и просто какой-то развал со стороны команды Сикрет. Дэнди отсюда улетит. В принципе Фениксу лучше бы тоже отсюда улетать. Хвост тут тоже стоит уходить. Потеряли двух саппортов это не очень страшно. Файтиться можно. У Феникса от Фаника есть уже Шивас Гвард. Урнов Шаддлс мы видели Транквилы видели и Мидас для Фаника тоже имеется. Ну Даггер приобретает себе Туск наконец-то первый агрессивный артефакт от Зая. Мартизи 2000 уже на руках посмотрите он обгоняет хвоста на 5000 5000 за него тут еще и отводы делают ну конечно здесь в этом вопросе пупей просто король доты я думаю что это он же по-моему занялся этим вопросом по-моему это он там где-то ткнул в крипов и побежал и побежала крипы там в это время самоотводятся у него хвоста уже есть угрклаб 1000 осталось до появления Блэкингбар у Артизи 2500 на руках вполне может быть что башер появится у него хотя может появиться и не башер а например в Тараску пойдет антимаг с тем темпом в котором фармит Артизи в принципе разрешено я думаю 572 ГПМ у него 579 и у хвоста 420 разница очень ощутима Артизи постоянно все стаки Артизи превращаются в минимум в дабл стаки удачно все по таймингу и что-то мне кажется что это совсем не случайность как же он фармит 272 кстати крипа уже у Артизи у хвоста 192 разница ощутима но это видно и по голде которая есть у хвоста и которая есть у мейнкери команды Сикрет ну и продолжается здесь дэмэдж от антимага где это мясо все-то происходит все внизу хвоста ой дэнди точнее убили убили шейкера отстаял и дэнди отправляются в таверну счет становится 12-15 но там же хотя бы там же нет не там же в другом немножко месте приговорили туска ну и далеко нави не ушли Артизи уже к вражеским лицам подошел теперь с ними разбирается то что хвост тут не дофармил доедает напали на Дазла пупейло хпшный хвост его не отпустит продолжает высасывать дэмэдж так и надо плюс 224 вдруг кто придет МС-4 мог бы вырваться ворваться ну подходи пока дамага у хвоста не ушла есть 4 прыгай ну и видят здесь Виверну Виверна старается свалить отсюда может даже и получится ЕУ пошел от С4 ну и Виверну скорее всего здесь заберут Колтенбрейс есть у Санейка но время тут тянуть смысла нет на помощь все равно никто не придет ну и забирает у нас Виверну еще и антимаг вовремя подоспел откуда ты взялся вообще Артизи прибежал развалил быстренько Виверну заработал себе еще дополнительные денежки пошел дальше покупки делать баш оружие есть у Артизи и остается совсем немного до приобретения Абисл Блейда Секреты выигрывают 5 по голде и по экспириенсу 4 с половиной это неприятность ууууу хвоста третий ульт уже имеется аганим имеется пушить можно но для этого хотя бы какая-то поддержка с воздуха нужна Дэнди например Фанник стоит ждет Роху да Рохе еще тут миллион лет читать Роха у нас максимальный да почти максимальное количество времени будет поднимают Дэнди Фиссура пошла от Артстайла эхо слэм от Артстайла С4 стерли теперь можно и с Заем поговорить Зай тоже у нас удачно появился ну и вот он Роха забираем забираем прочитался я немножко с Рошаном Рошан уже был как раз на подходе минус 2 делает Нави минус 2 очень даже удачно 1800 по голде 3500 по экспириенсу Бладстон появляется у Дэнди хорошо не Артизи конечно но тоже хорошо Абисол Блейд приобретает себе Артизи а это плохо это очень плохо ну на Артизи врыв пошел от Дэнди Сайленс есть на Артизи так давайте бить его все вместе всей толпой что скромничать у него нет Аэги Артизи куда ты куда ушел Артизи ну види откуда он ушел Дэнди что с маной ну прыгни ты поиздевайся на ней ну прыгнуть и поиздеваться над антимагом это еще и получить мановоид от него а для Дэнди без маны это больно это слишком больно 1700 маны штамм спирит если бы взлетел влетел бы на фулл ману то конечно же антимаг бы не стал долго думать у него Артизи просто уже пошел отъедаться тут все очень простенько Владмир свое дело делает ну и стакали здесь для него ну и постоянно стаки для Артизи постоянно в любой части карты кто-то уже о нем позаботился на Роху посмотрите забавный какой эффект это эффект этих башев если вдруг на данном башере проходит баш какие следы остаются за спиной у Рохи пройди баш нет баш не прошел но вы видели свет такой вот оглушительный у хвоста уже есть один Персеверанс второй скоро будет а второго там 1300 голды насобирать ну и дальше рецепт тоже не дешевый на Рефрешер Орб надо в любом случае собираться думать что-то выдумывать просто так СФО отдав о СФО команда Сикрет отдаваться не будет 5000 зол это секреты и Экспириенс 3 с копейками тоже секреты и Гвардиан Грейс появляется для Тулска Фиссура в СФО Сайенс пошел у Дэнди СФО подсевер держать его держать 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 СФО никуда не должен отсюда уходить СФО 10 хп упади разбейся что СФО СФО живет в итоге через Ульзори Орб еще и не ушел отсюда Дэнди просто прорезал СФО пополам Дэнди здесь пинается благодаря Пупею ну и Пупей скорее всего отсюда не уходит Пупея забирают дальше за Заям минус 4 делает команда Нави анстапа был от Фаника даблкил от хвоста это уже другая история 3000 по голде Е6 по экспириансу Е6 800 дамаги нанесли Нави жесть вот это ворвались два персика сразу появляются у хвоста а где Артизи Артизи в это время фармит чужих хеншентов его не трогайте он занят Артизи ну ну и по фарму 16 1000 да что такое 16 1600 16000 у хвоста 23 у антимага это не вовсе не значит что нельзя драться против антимага можно даже нужно да если всех всех разбираешь что в пятером запинать антимага можно и опять здесь стаки да что это такое вообще как так получается постоянно по несколько патчек крипов антимаг не бьет обычные обычные пачки одино одинарные все постоянно то две пачки то три еще бы Артизи фарма нави по экспириенсу 4000 преимущества секретов отыграли и по золоту с 5 до 2 с половиной гост бкб гост просто чтобы не запилил в него антимаг что-нибудь мановоид например арт стайл ловит у нас сразу же абисалблейд от Артизи Артизи уже монстр килл санейка начинает получать проходит баш по санейка санейка погибает минус 2 от команды секрет вот он и Артизи пришел на праздник доты гад лайк вот Артизи просто разваливает всех антимаг без него дрались а теперь дерутся с ним и что делает антимаг с командой нави я думаю вы видите зая затаскивает на хайграунд Артизи пришел и отогнал просто это жесть я не знаю как опять же возвращаясь в мире животных когда статок каких-то больших парнокопытных идет и отбивается маленький какой-то слабенький один из представителей вида и тут у нас сзади какие-то львы на него нападают или там собаки какие-то сразу же разворот такой взрослые дяди повернулись и давай их отгонять быстро малого отжали малой типа вперед иди все и пошли общим статом ну команда секрет тут по-моему нави уже ничего с ними толком и не сделать хотя хотелось бы конечно хотелось бы восемь тысяч по голде секреты по экспириенсу три с половиной артизи бьют артизи пофиг но центральную линию нави не потеряли ай курущий приобрел себе агонин до этого полезный был в плане ухода его скил а теперь полезный еще и в плане отхила семь процентов или шесть сейчас и нет всегда шесть да независимо от левела шесть процентов восстановления хп в секунду то есть пой долго никто тебе не мешает шейкера съели нага это сделала иллюзии артизи пограли уже на хайграунд хвост плюс 28 демеджа либо ты бьешь иллюзии и убиваешь их либо они тебе снисят баран ну то есть не получается долго кстати клин проюзывать на иллюзии хвост бьет артизи артизи больновато артизи ульту получил и артизи стоит на месте кура уже запел хвост под бкбшкой ну и хвост стал поспать ну и теперь все выхилили артизи классно абсолютно как только начинают бить кого-то важного кура спел и ушли ну для того это нага и бралась прыгает артизи бкб от него дримкойл по хвосту хвост в стане хвоста развалили у хвоста байбека не имеется 72 секунды не будет хвоста да ну и в принципе никого тут из важных кроме дэнди не будут дэнди попробуют наверное еще поддефать ну мне кажется все стороны падают антимаг у нас во-первых дамажит просто как чокнутый во-вторых у него есть команда стайл 25 лвл антимаг что тут эти бараки падает одна сторона падает вторая сторона ну и осталась только топ сторона у команды нави хотя в принципе есть т4 за это время можно и т4 развалить дэнди уходит арт стайл ловит у нас артизи поднимает у нас арт стайла артизи в глимер кейпе минус дэнди ну и уже просто под фонтаном валит арт стайл артизи артизи какой ты наглый ада развалить его ну это перебор конечно так нет это не перебор это норм говорит нам елена малышева это норм артизи под фонтаном наказывает команду на знаю какой состав сильнее с пупеем или с арт стайл как вы думаете артизи в стиле олдскульного хвоста просто сейчас разбирает команду нави на их же хайграунде и при этом и при этом хвост у нас появляется хвост возвращается файт хвост продал что-то 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 я не увидел что он продал по-моему то ли аквилу то ли что-то и у него появляется рефрешерор пошли драться дальше артизи лоу хп кстати артизи то не туда по-моему зашел лоу хп хвост у нас рефрешерор в сон сон сразу его вторая ульта пошла у нас от хвоста и айзи сторм двойной ну и артизи просто напиливает хвосту хвост старается убежать отсюда кто бы его подсейвил санейка помоги хвосту где айзи сторм вот он начинает дамажить у нас куру ну и два айзи сторм никого толком не бьют артизи отсюда уходит артизи отрегенился сейчас вернется драться дальше теперь хвост уже не такой опасный хвост у нас сделал сальто боже он сальто сделал просто как метла какая-то и как швабра делает сальто без группировки без ничего взлетел и приземлил с обычное весло а не разор ну что друзья команда секрет додавила своих оппонентов коллектив нави и у нави опять там на коленях кстати ползает виверна так и неприятно от всего этого ее можно понять она-то все-таки сражалась да нави 4 игры 2 ничьи 2 поражения у команды секрет 3 победы 1 ничья команда секрет как у lgd gaming на данный момент 10 поинтов в 4 играх они 3 победы одержали 9 очков и плюс по 2 3 3 2 Продолжение следует...